Передается ли склонность к добродетели по наследству или только склонность к греху? Замечательный вопрос, и мы должны с вами констатировать, что по наследству передается абсолютно все. Машины, квартиры, дома, улыбка, передается доброе намерение человека, передается и то, что родители еще не успели решить в своей жизни. Мы с вами помним эту замечательную историю, которая свершилась с Авраамом и Сарой и с его детьми. Когда Авраам и Сара пришли в Египет, то Сару, правда она была уже в преклонных годах, ей было уже 90 лет, когда они пришли в Египет. И причем, кстати, Сара была второй женой Авраама, я просто так вам немножечко хочу это напомнить. После смерти первой жены, то Авраам сказал Саре, скажи, что ты сестра моя, ибо ты красивая, и из-за тебя убьют меня. А Сару тогда фараон приметил, в 90 лет было Саре, и взял в гарем. Я специально это подчеркиваю, давая надежду нашим телезрительницам, что в любом возрасте можно быть совершенно привлекательным и замечательным человеком. Ее ставили готовить, так она и сказала, как ей сказал Авраам, она была очень послушной женой для своего господина, как она его называла, мужа Авраама, и жили они, в общем-то, нормально и хорошо, пока Сару в течение года готовили к первой брачной ночи с фараоном. Но ангел Господень, точнее Господь через ангела своего, не допустил совершиться этому греху, и посылает его к Аврааму и говорит, что ты делаешь, смотри, будь аккуратен, ты навлечешь смерти на род свой и несчастье на народ свой. И рассказывает все обстоятельства. И тогда фараон призывает в страхе Авраама и Сару, говорит, зачем вы решили погубить меня, вы же там муж, не муж ли и жена, и так далее, все вы эту историю прекрасно знаете. То есть, слава богу, грех не совершился. Но от этого греха избавил Авраама и Сару не они сами, а избавил их Господь. И так как этот вопрос не был решен Аврааму и Сарой, то решение этого вопроса перешло на детей, Исаака и Ревеку. Точно так же, приходя в фараон, муж говорит Ревеке, говорит, скажи, что ты сестра моя, ибо убьют меня. А потом вдруг одумывается и говорит, нет, это нехорошо пред очами Божьими, грех лжи и так далее, пусть Господь сам распорядится с судьбой нашей. И самое интересное, что вот они пресекли этот грех, и мы больше нигде в их роде не видим таких, в общем-то, действий, которые, в общем-то, предпринял Авраам и Сара. То есть, оказывается, добродетель передается тоже по наследству. Поэтому мы с вами, дорогие наши пользователи портала Экзегет, и, да и вообще, все люди, не только пользователи портала Экзегет, должны собирать имения для детей наших. То есть, не дети собирают имения, как говорит Священное Писание, а родители собирают имения для детей своих. Ну, кто что может. Не думаю, что нашим детям понадобятся наши с вами старые машины, обшарпанные квартиры, дома или участки, может быть, бабушкины платья, хотя это все очень умилительно и всегда наводит на какое-то приятное воспоминание. А понадобится детям, в основном нашим, добрая совесть, соблюдение заповедей, вера во Христа, все то, что делает человека очень красивым, независимо, в каком он находится возрасте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok